Как бывшим вебкомщицам, это девочки, которые показывают писью, попу, сиси и зарабатывают на этом деньги не в социальных сетях, а по скайпу. Все. Это специальные какие-то чаты, ну вы знаете, особенно программисты любят анальники этим злоупотреблять, потому что они очень боятся выстраивать с женщинами реальные отношения. И вот они просто платят денежки, они даже влюбляются. У меня есть несколько пар, которые благополучно женились и живут вместе. Значит, вопрос такой, как же нам строить личный бренд? Посмотрите, какая штука. Самое главное не пытаться засунуть вот эту какую-то историю вашей жизни под кровать. Не пытаться, потому что у меня вот были мальчики и девочки, которые меняли имя, делали пластические операции, и им это не помогало. Потому что у них было очень бурное прошлое, там была порноиндустрия, они снимались во всех этих съемках, да, и гей-порно, и обычная порно. Соответственно, и человек не может, ну как же так, вот я сейчас буду делать свой бренд какой-то одежды, да, буду запускать собственный бизнес. Или же, например, я буду выстраивать свою личную жизнь. Что же тогда получится? Это я добьюсь какого-то успеха, и кто-то вылезет и скажет, такая-то же порно-звезда. Ага, я же знаю, это же вот там трансгендерная женщина. Ага, я знаю. То есть, если вы хотите взлетать, то, пожалуйста, не надо это скрывать. То есть, это должно быть нечто естественным. И для того, чтобы это было естественным, ваша задача рассказать это себе прежде всего. Обратите внимание, каждый, кто вышел на сцену хэви-метал, никогда не будет гоним. У него никогда не будет никакого особенного хейта, потому что он вышел на сцену и сказал, я ублюдок, ясно, ша. И все, да, ублюдок, мы тебя любим, нормально все. И как будто бы этому ублюдку прощается все. Да, вспоминайте, там, вытащить там пакс из вагины, раскрутить, кинуть в толпу, сожрать крысу. Я сразу вспоминаю всех этих английских рокеров. То есть, сразу заявить об этом или Мадонна. Ну вот скажите, как, что должна сделать Мадонна, чтобы она огребла хейт какой-то? Ну то есть, ну вот что должно произойти? То есть, каким образом она может себя как-то дискредитировать уже? То есть, что она уже только, я пытаюсь посмотреть, как моя тушь себя сейчас ведет. Вроде еще держится, потому что она какие-то мне вечно какую-то ерунду оставляет. Значит, про Мадонну, да? То есть, она не может себя дискредитировать никак. Ну мы можем как бы говорить, ну ты дура, что ли, зачем ты там в 50, в 60 лет прыгаешь в этих трусах? Ну мы уже внимания не обращаем. Прыгает она в трусах, чего, кому она там что лижет, где она с кем сосет, групповуха. Мы просто ее любим или не любим. У нас нет никаких претензий к ней особых. У нас нет никаких ожиданий от нее. Просто кому-то это нравится, кому-то нет. Так вот, если вы занимаетесь или занимались порноиндустрией, какая-то там была веб-история и так далее. То есть, что-то такое, да? И вы сами это ругаете. Ваша задача признать, что вам это присуще. Это часть вашей жизни. Это часть вашей души. Вот это, да, развратная девица. Она есть. И это грань. Но вы не вся эта развратная девица. Вы не вся эта на 100% там какая-то... Там, я не знаю, что бы то ни было, чем бы вы ни занимались, да? Чем бы вы ни занимались. Вы просто признаете, что это вам не есть. У этого есть как положительные, так и отрицательные стороны. У этого есть разные. И благодаря этому у меня есть, допустим, умение общаться с мужчинами, умение кокетничать, умение нравиться, располагать к себе, да, вызывать доверие и так далее. То есть это коррелирует очень много с какими-то другими аспектами моей жизнедеятельности. Поэтому это замечательно, что это было. И не нужно это скрывать. То есть это не говорит о том, что вы должны орать об этом на каждом углу. Но этот секс, не надо пытаться его приглушить. Он есть. Говорите о нем. Называйте вещи своими именами. Проявляйте больше смелости. И тогда это будет очень конгруентно, абсолютно органично. И тотально, так сказать, тотально иметь это разрешение. То есть вы будете транслировать другим, что да, мне это можно. И все такие, ну, ей можно. Ей можно, да. Точно так же, например, как одному политику прощается все, что бы он ни творил, с какими он мальчиками там мылся, в бане, что он там. Все прощается. Другому пукнул, вылезло какое-то видео, уволили. Почему? Потому что этот политик сразу заявил о себе. Я свободный человек. Чего хочу, то и говорю. Вот что буду делать, то и буду делать. Он не стал из себя изображать белого, пушистого какого-то. И я вас призываю к тому, что не имеет смысла абсолютно изображать из себя того, кем вы не являетесь. Имейте это в виду. Следующий вопрос. Потому что мужчина, который на вас женится, он любит вас за вашу вот эту распутную суть в том числе. Если бы у вас этого не было, поверьте мне, он бы не обратил на вас внимания. Поэтому это стоит обязательно учитывать. Следующий вопрос. Почему бесят старые люди? Вот совсем уже дряблые старички. Да, вот такая тема эйджизма у нас пошла. Они бесят по нескольким причинам. Первая и главная причина – это страх старения, страх смерти. То есть как будто бы вот эта категория людей напоминает мне, что со мной тоже так будет. Что жизнь быстротечна, что жизнь скоропостижна, что эти какие-то 80, 90, даже 100 лет пролетят вот так. И я тоже такой буду. Я не хочу такой быть. Мне страшно. И я начинаю это отрицать. Я начинаю это или не замечать, вообще игнорировать. Или на это злиться. Раздражаться. Всячески пытаться от этого отмахнуться. Что нет, со мной такого не будет, не будет, не будет, не будет. И это вот такой основной и главный, первый, базовый момент, который вот именно имеет свои основы, свой фундамент на том самом страхе смерти. Немощности, болезни, старости какой-то. Как будто бы я стану никчемной, ненужной и так далее. И вот тут начинают замечаться. Ну что же она так медленно идет? Почему же она кряхтит? Ну что же она так воняет? Ну неужели нельзя сделать это более ловко? Почему у нее такой тугой и вязкий мозг? Вот есть же бабушки, которые не такие противны. И вообще зачем она села в этот троллейбус? Сидела бы дома. Зачем она занимает места? Люди едут на работу. А ты куда жопа старая села тут едешь? А ну быстро выходи из трамвая, иди садись. Сиди у себя дома, смотри свой сериал. И не вылезай. Вот смотришь Санту Барбару, и смотри свою Санту Барбу. Не надо наш мир, молодых людей, вообще высовывать свой нос. Вот домой тебе пенсию принесут, пионеры принесут тебе гречку, перловку. Вот и сиди, и не высовывайся. То есть это прежде всего связано с этим, да, с отрицанием того, что со мной это тоже может случиться. Соответственно, для того, чтобы как-то в данном случае себя протрезвить, нужно себе сказать, что мы в этом мире бренны. Мы все взрослеем, стареем и умираем. Каждый из нас умрет. Какой будет моя старость? Какой будет моя смерть? Что будет написано на моей эпитафии? Кто будет меня хоронить? Как я буду жить? На что я буду жить? Как я буду выглядеть? Более того, имеет смысл поразглядывать пожилых людей, пообщаться с ними. Проанализировать, что происходит с головным мозгом со временем. Почему один человек впадает в деменцию, а другой сохраняет трезвый ум? Что отличает этих людей? То есть как можно больше задаваться этими вопросами, как можно больше этим интересоваться, да, как можно больше читать про вообще старение, про долголетие. И тогда у вас появится больше уважения к возрастным людям. Тогда появится больше толерантности, потому что откроются те самые возможности, да, к тому, чтобы это признавать и принимать. А сейчас, на данный момент, этого принятия не происходит. Идет тотальное отрицание. Со мной этого никогда не случится. Не пугайте меня, не пугайте меня, старые люди. Вас не существует, не существует. Вот так, мои любимые. Значит, эта тема у нас возраста. Потихонечку переходим к следующему вопросу. Почему театральные актеры ведут себя как сумасшедшие? Театральные актеры на 99,1% обладают акцентуацией истероидной. Когда речь идет об истероидах, это всегда люди, которые с трудом удерживают свои какие-то эмоции. Они, как правило, бывают очень ипотажными, яркими, очень такими вычурными. Они любят что? Брать внимание на себя. Они любят быть гвоздем программы, выходить на сцену, заявлять о себе, получать эти отклики, обратную связь и аплодисменты. Это все то, чем питается истеричка. Если мы говорим уже о ярко выраженных истеричках, то очень часто вы можете встретить, допустим, женщину с огромной-огромной красной шляпой, с яркими какими-то морковными помадой, с морковной помадой. То есть это что-то будет экстравагантное, какие-то перья. Вот, допустим, мы с вами разбирали Филиппа Киркорова, Баскова. Вот это яркие представители истероидной акцентуации. Когда мы видим манеру говорить очень артистично, вычурно, или голос имеет такую окраску искусственно созданную. Когда мы видим, что она начинает говорить как маленькая девочка, или более каким-то голосом, вот Рината Литвинова, например, вдруг что-то такое начинает говорить. Да, и мы видим, что в этом искусственно созданный образ, вот эта вуаль черная, вот эта какая-то речь своеобразная, да, как будто бы она сошла с ума, какая досада. Она не сошла с ума, мы прекрасно понимаем, судя по уровню жизни, что до сумасшествия и до безумия ей еще далеко, она очень даже трезвая. Соответственно, вот так. Плюс идет профессиональная деформация. Когда актер работает в театре, ему нужно докричаться до последних рядов. Соответственно, эмоция, она должна непременно утрироваться. Почему я не очень люблю театр, крайне редко что-то меня цепляет, что-то мне нравится. Обычно там стоит, там очень скудные декорации, а я люблю декорации. То есть мне нравится мюзик-холл, мне нравится, чтобы был яркий перформанс, действительно такие огненные какие-то шоу, фейерверки, перьес, что-то, чтобы было немыслимое, да. Соответственно, я люблю. А когда вот в Москву я приезжала два года назад и постоянно ходила в большой театр и получала истинное удовольствие. И прежде всего от декорации, это так красиво, от костюмов. А когда ты просто приходишь в театр на обычную какую-то постановку, я думаю, вот у Богомолова такая же ерунда, только в трусах они или без трусов бегают, голенькие песольками трясут своими. Ну вот просто ты смотришь, я не вижу актерской игры, потому что в театре они всегда переигрывают. Вот. Соответственно, я вижу бесконечную какую-то истерику, искажение смыслов, то есть это идет все не по книге, а уже идет какая-то отсебятина. И, соответственно, вот эти вот три бабы, как дуры, носятся влево-вправо, орут, верещат, рыдают. И мне неприятно, то есть у меня возникает стойкое ощущение, что это просто палата номер шесть, и я сейчас хочу выйти отсюда. Вот единственное желание, которое у меня возникает, когда я на это смотрю. На все эти постановки. Соответственно, я вот это люблю не очень, скажем так, не очень люблю. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что человек вынужденным образом, да, еще в некотором смысле, помимо того, что это его личностный, такие, конституциональный портрет личностный, да, он еще и для того, чтобы вот эту вибрацию бросить на весь зал, он обязательно должен это сделать в очень такой гипербелизированной, утрированной форме, да. В противном случае его никто не услышит, его увидят более-менее, может быть, вот тут вот. Потому что часто у них, они же без микрофонов, да, то есть просто сидишь и через акустику зала, в целом ты там слушаешь, что они говорят. Но ты не увидишь это, вот уже начиная там с десятого ряда, это будет уже сложно отследить как-то. Поэтому вот так.